всем привет меня зовут аня я живу лос-анджелесе и сегодня проведу вам рум-тур по своей американской квартире итак начнем со входа наша входная дверь вот здесь располагается первый шкаф на самом деле в нашей квартире очень-очень много систем хранения что очень здорово у нас не столько много вещей но шкафов огромное количество верхнюю часть мы используем как хранение для всяких документов писем и мелких штучек нижняя часть у нас обувная полка дальше от входной двери немножко поворачиваемся и у нас кухня здесь все уже было когда мы заехали то есть вот этот вот холодильник микроволновка плита посудомоечная машина все остальное мы привозили сами и давайте пойдем по этой стороне сначала здесь нас встречает air fryer очень крутая модная штука в америке это такая мини духовка которая делает еду очень быстрым горячим воздухом что считается полезно потому что туда не нужно добавлять масло верхняя полка у нас с едой специи всякие рис макароны все для выпечки всякие варенья и кстати русское масло недавно купили в русском магазине так что такие вот штучки которые нужны для приготовления еды обычная плита обычная духовка все работает все нравится все здорово микроволновкой пользуемся очень редко здесь вот полки вообще не заставленные ничем тут кстати моя корзина для пикника которыми подарил муж на день рождения очень крутая штука но еще ни разу на пикник мы не съездили холодильник постоянно забываю как он называется здесь у нас уже ведь по русской традиции всякие штуки прилеплены вот это вот штучка моего мужа со съемок он был вторым режиссером со всяких тоже кинофестивалей пропуске наши фотографии shopping list который мы иногда записываем иногда не записываем в итоге забываем его на холодильнике и не использую дальше здесь у нас морозилка видите огромный запас масла немножко заморозки огромная бадья мороженого который может давно не едим в прошлой квартире который мы снимали у нас была еще штучка которая делала лед но в этом холодильнике почему такой нет но мы собственно говоря не пользуемся купили вот одну тоже лед используем крайне редко и дальше идет основная часть холодильника вот так вот она выглядит ничего особенного наверное все как и у людей дальше поворачиваемся и у нас вторая часть кухни здесь у нас хранится вода покупаем бутилированную воду потому что из-под крана она не очень вкусная фрукты стаканы для кофе здесь у нас тоже так все очень условно заставлены немножко посуды всяких сыпучих штук здесь у нас всякие уксусы и доширак кстати тоже наш поход в русский магазин не могли не взять доширак здесь у нас все для дома всякие скотчи батарейки всякая мелочь которая должна быть спрятана спрятана собственно говоря здесь у нас дополнительная посуда посудомойка раковина раковина стандартная двойная американская здесь вот у нас идет диспозал в общем сейчас будет очень громко и аккуратно эта штука для перемалывания остаток остатков еды для того чтобы чистить туда например картошку и не выкидывать мусорку а сразу это делать в раковине очень супер удобно постоянно пользуюсь здесь у нас такой сушильный коврик когда какую-то посуду немножко помоешь чтобы она не стекала немножко вода до чтобы не стекала на столешницу чтобы все впитывалось на самом деле я пользуюсь посудомойкой поэтому очень редко что-то мою здесь но все равно периодически что-то лежит вот у нас тут палочки купила многоразовые здесь тоже все очень банально не буду показывать пакеты с пакетами здесь у нас приборы хранятся и здесь у нас часть посуды все остальные ящики пустые у нас на самом деле на кухне получился вот пустые ящики вот здесь пустые ящики здесь верхние полки пустые и очень здорово что очень много всего для хранения так как мы только что приехали в страну у нас очень мало всего своего поэтому не используем очень много места и конец кухни у нас завершает вот такой вот кофейный уголок купили кофе-машину делонги рожковую в принципе нравится но хочется конечно более профессиональную более крутую и здесь же кофейный уголок с всякими приспособлениями питчер для молока ложечка с тапером здесь вот немножко зерен и соусы для кофе если повернуть от входной двери не направо налево как уже вам показалось здесь будет шкаф здесь вот коробка от нашего большого телевизора которая никуда не влезает у нас очень много и всяких таких мини кладовочек но настолько большая что он не влезает я честно говоря не знаю что с ней делать в принципе мы будем через год отсюда съезжать потому что с контракт заканчивается через год и хочется все таки перевести телевизор в коробки в оригинальный но но и некуда дети я пока не знаю пока она пусть тут стоит пока есть место пока мы особо дома не бываем так сейчас отодвину и покажу вам вот такую мини кладовку которая думаю подразумевалась как шкаф для верхней одежды потому что здесь перекладина есть но у нас в лос-анджелесе очень жарко у нас нет верхней одежды здесь у нас штучки для гриля потому что у нас во дворе есть свой парк с грилем инструменты какие-то сумки вот здесь вот у нас огромная коробка с теннисными мячиками потому что нас также есть теннисный корт в комплексе мы иногда ходим играем наши чемоданы с которыми мы приехали вот здесь вот два таких мусорных мешка с бутылками хотим их сдать на переработку до сих пор не можем найти где чтобы это было удобно и нам поехать и место было приличное вот не хочется к мексиканцам ели хоть задавать потому что все это очень страшновато вот так что у нас это помещение используется как просто хранение здесь на самом деле все довольно организовано несмотря на то что это кажется просто немножко балконом русского человека ну да ладно и сама гостиная у нас квартира считается однокомнатная то есть кухня гостиная и спальня здесь у нас стоят два вот таких икеевских кресла очень удобные мы решили что и мы не будем покупать диван потому что купить хороший диван это честно говоря тысячи долларов поэтому мы на первых порах решили не тратить так сильно купили по 75 долларов вот такие вот не по 75 помпа побольше но меньше 100 долларов каждый стоит стоит вот и очень удобно смотрим телевизор вот такую вот лампу тире стол купили вот такие маленькие столики раскладные за 10 долларов решили что нам не нужен обеденный стол потому что мы все равно за едой смотрим телевизор и вот так вот и живем к нам правда скоро приедут гости мы не знаем как мы будем все вместе завтракать обедать ужинать по сути вот это место вот это подразумевается что здесь будет стол но он нам не нужен мы пока что вы не выбрали поэтому мы живем тут кстати с февраля и нас не до сих пор не доставлена квартира но нас это не особо беспокоит вот такой вот искусственный цветок который мы забрали потому что кто-то съезжал оставил его просто на парковке мы его забрали потому что нам хотелось какой небольшой цветок несмотря на то что искусственный он довольно хорошо добавляет уюта еще закрывает вот этот вот свет сюда чтобы не попадал когда смотришь телевизор здесь у нас модем модем правильно сказал неправильно по моему роутер вот здесь вот специальная такая штука не разбираюсь что это в общем это для интернета и у нас вот эта вот сеть интернета называется и тенте собственно говоря вот такую вот поставила тут штучку чтобы было симпатичным и тут такая техническая часть дальше у нас вот такая вот стойка с телевизором со всякими играми настольными играми электронными вот у нас тут наша книжка флаги американские тоже скоро 4 июля я собираюсь их повесить на балкон на балконе чуть позже вот так что вот такая вот стойка у нас телевизор а появился не так давно стойка появился еще позже чем телевизор потому что изначально вообще на полу стоял и вот знаете такая типичная мигрантская жизнь здесь вот валик для спины пользуемся очень здорово так что такое вот у нас такая уютная гостиная нас там уже немножко запалилась спальня вот и проходим на балкон возможно сейчас будет немножко шумно потому что у нас во дворе огромный шумный фонтан открываем дверь вот здесь у нас москитная сетка что очень удобно можно проветривать и никто к нам не залетит хотя честно говоря всяких мошек у нас довольно мало и давайте я вам покажу заходим на балкон постелила коврик не так давно это все обустроила у нас уже тут были вот эти вот стулья и стол купила просто на стулья подушки плед чтобы вечером было не холодно вот такая у нас пальма подсушенная немножко но здесь вот хорошие пальмы стоят небольшой мой сад огород и вот виновник шума вот такой вот фонтан но что хорошо что тут много пальм и нас не видно и такое все довольно приятное очень тут прикольно сидеть если бы не шум который я ненавижу вот собственно говоря с балконом все не могу здесь долго находиться потому что очень шумно но этот фонтан выключает где-то в девять часов вечера включают где-то в девять часов утра так что есть возможность посидеть вечером а и кстати забыла вам показать вот там вот плохо видно конечно но вот там вот высотки нашего даунтауна 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 лос-анджелеса вот так что очень красиво они тоже подсвечиваются ночью так что здесь довольно приятно и повесила еще вот такие вот огоньки для уюта переходим в спальню это мастер-бедрум мастер-бедрум значит что у спальни есть своя ванная комната вот такой вот у нас матрас до сих пор у нас нет кровати и мы в принципе честно говоря не страдаем нет такого что нам неудобно или хочется вставать с высокого когда просыпаешься не с пола вообще не жалуемся не знаю будем ли мы покупать кровать или нет но в принципе у нас спальня для сна мы не хотим особо сюда всякие тумбочки покупать все такое вот поэтому нас тут минималистично повесила такие вот золотые штучки вот тут у меня корзинка это моя часть кровати зарядки вода ночью бывает жарко спим кстати с открытым окном то тоже здесь слава богу тоже есть москитная сетка здесь вот меня корзинка здесь всякие конфетки таблетки шнуры для телефона всякие такие штуки вот эта сторона мужа вот здесь вот у нас идет такая сейчас даже включу покажу конечно днем будет не так красиво но все же вечером у нас такая подсветка потому что здесь как видите нет никакого у нас никакой люстры так же как и вот здесь хотя нет вот здесь видите где стоят вот такие вот точечные светильники по сути под ними должен стоять обеденный стол вот но мы практически верхним светом не пользуемся у нас здесь локальный есть когда я готовлю включаю вот этот вот и да света в принципе хватает из-за того что есть еще панорамные окна и здесь тоже вечером не очень хочется включать эту лампу то что она не особо приятного цвета вот пользуемся вот этой вот лентой и пользуемся вот этой вот лампы сейчас убрали переходник заказала на китайском сайте вот такую лампу и она пришла с обычной вилкой не вот такой вот плоской как нам нужно поэтому у нас один переходник который мы используем для зарядки для мака поэтому когда мак заряжается эта лампа лежит вот вот здесь у нас такие фейковые листья до этого они висели бы так вот у нас по всему периметру квартиры мне надоело я их сняла потом такая блин надо как-то повесить повесила так честно говоря мне не очень нравится я еще не дотягиваюсь до верха чтобы это было более органично я встаю на стул и все равно не дать вот такие вот у нас окна офигенный вид на пальмы я обожаю просыпаться когда попадает солнце в комнату когда пальмы не знаю мне такая радость прям сразу вот здесь у нас стоит мини-будда просто для декора нравится как выглядит мне кажется он отлично сочетается с пальмами и кажется что мы на бали вот здесь у нас книжки немножко словарей английских немножко книжек вот у нас карнеги есть я начала читать не дочитала еще пока что так что как декор стоят книжки вот и в принципе это вся нет еще не вся спальня вот здесь у нас еще есть часть с доской на который можно писать стирать это кстати подарки для вас в конце видео расскажу условия разыграю их и пишем всякие нужные штуки какие-то записи послания друг другу отдаем и очень прикольно общаемся да и теперь давайте перейдем в сторону с постирочный у нас в внутри квартиры есть стиралка сушилка что очень клево что очень здорово потому что у многих ее нет внизу стиралка наверху сушилка очень стандартная вот такая вот конструкция она у всех такая просто сушилка стиралка довольно типичный вирпул мне кажется в америке почти везде в комплексах он стоит даже вот такая вот модель вот здесь у нас стойка с вот такими освежающими салфетками для сушки с капсулами принципе покупала так чтобы было более менее организовано что в принципе говоря получилось и очень здорово что здесь есть двери и честно говоря даже если лежишь на кровати и стирается в сушке не громко что прикольно и дальше мы проходим в нашу гардеробную итак гардеробная у нас называется волк и не значит в нее можно зайти вот такая вот она у нас зайду здесь тоже наверху свет что очень удобно вот это мой рейл вот так вот я все это организовал на самом деле одежда у нас тоже вообще немножко и вот это вот огромные комнаты нам много вот это моя часть вот эта часть с постельным бельем часть мужа видите тут огромные пустоты вот здесь вот это кстати встроенный такой шкафчик это тоже часть мужа вообще американцы любят покупать такие знаете комоды и ставить их вот сюда вот вниз и мы тоже думаем так сделать а потом как-то я начала покупать вот эти вот квадратные штуки для хранения вот такие квадратные штуки и как-то все так нормально срослось может быть конечно когда мы будем обрастать еще большим количеством вещей я еще что нибудь куплю но я не люблю владеть многим количеством вещей меня это раздражает поэтому вот такая вот у нас гардеробная очень нравится очень здорово люблю что это все не на виду что это не какой-то шкаф из которого все воли валится как обычно что реально это полноценная комната зашел закрыл и устраиваешь тут проект подиум выходим из гардероба поворачиваем сюда и здесь у нас ванная как я уже сказала комната называется мастер-бедрум значит в ней есть своя ванная вот она собственно говоря заходим включаем свет тут вы наверное очень часто видели уже эту часть моей квартиры я очень люблю здесь снимать видео потому что здесь довольно неплохой свет вот здесь вот такие лампы которые в принципе все освещают вот такая гром вообще на самом деле огромная-огромная ванная что очень здорово на правда очень большая не знаю как это передать и на видео огромная старешница раковина 10 куча мест для хранения вот здесь очень смешной отдел мне даже не с какой стороны показывать это отдел с коробками с коробками для будущего переезда я все сохраняю там вот пришел нам недавно xbox я сохранил коробку от него чтобы потом это все было в коробках когда мы переезжали потому что мы точно знаем что у нас заканчивается контракт на эту квартиру в следующем июле и мы скорее всего сменим потому что ну раз есть возможность жить в разных районах в разных местах почему бы нет вот и вот здесь тоже очень удобно покажу вам вот эту часть моя косметика вот так это выглядит то огромное количество огромное просто для хранения и это уже все не заполненном здесь у меня все по стандарту мыло для рук вот такая корзинка с такими штуками которые использую каждый день но не каждый может быть пилинг умывалка щёточка ролик для лица и боди мист вот здесь вот такой вот у меня прекрасный собакин внутри которого был цветок раньше который сдох вот поэтому пока он стоит тут неприкаянный я еще не придумала что с ним делать будет ли он вообще здесь стоять или нет вот это стандартная штука вот такой вот медицинский кабинет по сути здесь должно стоять лекарства но у нас стоит тоже все первые необходимости ополаскиватель для тела для лица увлажнитель вот такая вот офигенная штука уже тоже показывал одном из своих влогов не нарадуюсь ей это паста берешь нажимаешь выдавливается идеально обожаю вот теперь не знаю куда деть эту ладно поставим так полочки полочки регулируются можно на разную высоту поставить как раз поставила наверх чтобы влез вот этот вот крем и потрясающе мне нравится что довольно из-за того что много мест для хранения очень минималистичные получаются поверхности это здорово вот взяла в цвет полотенца купила коврик все очень нравится конечно это мой дом наконец-то мой дом который могу сама обустроить и душ вот такой вот стандартный тоже в стене тоже стараюсь ничего на поверхности не класть потому что меня это бесит поэтому купила вот такую систему здесь гель для душа шампунь и кондиционер вот здесь у нас стоят зубные щетки все вот такое на стене чтобы здесь все не стояло и вот так что здорово ну и собственно говоря на этом room tour окончен квартира закончилась все углы вам показала наверное вам интересно сколько она стоит она стоит 1780 долларов только квартира но когда нам присылают все счета туда входят еще там вода сбор за сбор за мусор сбор за еще что-то в итоге получается где-то 1850 и есть еще коммуналка которая не входит в квартирную коммуналку который приходит отдельно она получается где-то в районе 50 долларов и еще за интернет мы платим тоже что-то в районе 50 долларов так что в принципе 2000 долларов мы тратим на квартиру чтобы все 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 заплатить аренду коммуналку интернет вай фай который у нас тут есть и у нас еще естественно в комплексе есть бассейн тренажерный зал мини спа по моему насколько я знаю у нас даже два бассейна один есть на крыше но он сейчас на ремонте поэтому я туда даже ни разу не поднималась у нас есть свой парк теннисный корт мини поле для гольфа есть зона для гриля то есть есть столы есть несколько грилей в этом парке что еще у нас есть волейбольная часть песочек волейбольная сетка место где можно поработать типа кабинет переговорная еще какие то есть места но я никуда не хожу честно говоря кроме как в бассейн и в парк чтобы там иногда с друзьями сделать барбекю или сходить поиграть в теннис чтобы держать себя в форме вот и честно говоря я сниму еще вторую часть этого рум тура чтобы показать все 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 плюшки которые у нас есть в этом комплексе потому что чтобы снимать все это нужно во первых подгадать рано рано утром чтобы никого не было и надо еще чтобы меня кто-то снял так что я заморочу с этим и сниму вторую часть этого рум тура это считаете рум тур остальное будет аутов рум тур вот да надеюсь что все вам показала рассказала вам было интересно задавайте вопросы в комментарии и не забываем про розыгрыш разыгрываю вот такие вот номера это стикеры на самом деле победителя будет два как вы видите участвовать очень легко просто напишите любой комментарий под этим видео итоги подведу через пять дней после публикации этого видео с помощью генератора случайных комментариев и в общем да все очень просто очень хочется вас порадовать отправить вам какой-нибудь мини сувенир из лос-анджелеса и спасибо за просмотр всех целую пока пока пока